Всем привет, с вами Патриот и сегодня я продолжаю решать экзаменационные билеты. Сегодня мы решим с вами второй билет. Давайте начнем. Всего на билет отводится 20 минут, поэтому объяснять придется быстро. При движении на легком автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, пристегиваться ремнями должны. Только водитель, все лица находящиеся в автомобиле, только водитель и пассажир на переднем сидении. В правилах сказано, пристегиваться ремнями безопасности должны все лица, находящиеся в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности. То есть в данном случае все лица, находящиеся в автомобиле. Второй вариант ответа. Можете ли вы въехать на мост первым? Ну что ж, давайте посмотрим. Данный знак указывает на то, что мы имеем преимущество при въезде, при встречном, ну не встречном, при затрудненном разъезде. Соответственно, с другой стороны стоит другой знак, немного, он указывает на то, что грузовик должен наступить дорогу. Соответственно, мы въезжаем на мост первым. Первый вариант ответа. С какой максимальной скоростью можете продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Тут ошибаются люди. Почему? Видят себе вот эту вот машинку и думают, что этот знак распространяется только на легковые автомобили. Нет, этот знак распространяется также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. Соответственно, правильный вариант ответа на данный вопрос будет 80 км в час Это у нас второй вариант Что запрещено в зоне действия этого знака? В зоне действия данного знака запрещено движение любых транспортных средств вообще Если мы видим такой знак, мы должны оставить машину и идти пешком Соответственно, правильный ответ будет движение любых транспортных средств в зоне действия данного знака Есть тут такой вариант? Движение со скоростью более 20 км в час, движение только механических, а вот движение любых транспортных средств. Третий вариант ответа. Разрешен ли вам обгон, если реверсивные светофоры отключены? Ну тут что надо знать? Надо знать некоторые правила, так скажем. Первое. Мы можем двигаться по реверсивной полосе только когда у нас горит зеленая стрелка на реверсивном светофоре. Если у нас горит красный крест, то мы не имеем права двигаться. Если у нас загорелась еще дополнительно оранжевая стрелка, которой тут нет, мы обязаны перестроиться в том направлении, куда она указывает. Если у нас внезапно отключились реверсивные светофоры, мы обязаны перестроиться в данном случае на правую полосу. Соответственно, обгон при выключенных реверсивных светофорах запрещен. Это в третий вариант ответа. В каких направлениях вам разрешено продолжить движение? В данном случае мы должны учитывать как сигнал светофоры, так и знаки, указывающие направление движения. Из левой полосы мы можем двигаться налево и на разворот. Из правой полосы мы можем двигаться только прямо и налево. На разворот из правой полосы мы не можем двигаться. Как это легко запомнить? Очень просто, в принципе, можно запомнить. При развороте займите крайнее левое положение. Мы стоим на правой полосе, поэтому мы не имеем права разворачиваться. Но мы можем поворачивать налево, так как у нас есть для этого разметка специальная и знак, указывающий направление. Соответственно, в данном случае мы можем проехать только налево, потому что прямо мы не можем проехать в данном случае, потому что некоторые видят вот этот знак, да, они обращают внимания на светофор и ставят прямо и налево. Нет, мы не можем двигаться прямо, потому что для движения прямо должен сгореться основной сигнал светофора, вот эта вот лампочка. Стрелка зеленая указывает нам только, ну, то есть не указывает, а разрешает движение только налево. Соответственно, третий вариант ответа. Ну, как поняли, да, то есть, если у вас будет гореть нижний вот этот сигнал и стрелка, вы можете двигаться как прямо, так и налево. Если у вас горит только стрелка, вы можете двигаться только налево. Третий вариант ответа. Поднятая рука водителя вверх является сигналом, информирующим вас Есть несколько сигналов водителей рукой Водитель может поднять руку, может вытянуть в левую сторону, может вытянуть в левую сторону, согнуть Может вытянуть в правую сторону, может вытянуть в правую сторону и согнуть То есть если рука вытянута влево, поворот налево или разворот Если вытянута влево и согнута, это поворот направо. Если вытянута направо, поворот направо. Если вытянута направо и согнута в локте, это поворот налево. Если вытянута вверх, это остановка. Значит, соответственно, в данной ситуации водитель предупреждает нас о остановке. В данном случае даже есть вот тут знак «Уступите дорогу». Соответственно, водитель должен остановиться и предупреждает нас о том, что он устанавливается, для того, чтобы пропустить мотоцикл. Почему он останавливается без, так сказать, горящих стоп-сигналов? Ну, возможно, из-за технической неисправности автомобиля, например. Соответственно, правильный ответ на скакой. А его намерение снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклисту. Третий вариант ответа. Так, вот это парный вопрос опять. И часто на нем ошибаются. Двигаясь по левой полосе, вы намерены перестроиться на правую. На каком из рисунков показана ситуация, в которой вы обязаны уступить дорогу? Вот тут в чем опасность? В том, что тут надо знать, по какой полосе вы двигаетесь. Будет такой же вопрос, но будет написано по правой полосе. И тогда будет совсем другой вариант ответа. Мы двигаемся по левой полосе. На левом рисунке автомобиль двигается прямо. То есть вот этот синий автомобиль, он двигается прямо по своей полосе. Соответственно, мы должны уступить ему дорогу при перестроении. На правом рисунке одновременное перестроение. Это было в первом билете у нас данный вопрос. Здесь действует помеха справа. У нас помеха справа, мы должны пропустить синий автомобиль. Соответственно, уступить дорогу мы должны в обоих ситуациях. Это второй вариант ответа. Так, разрешен ли разворот в указанном месте? Сложный вопрос. Я на нем часто бывает ошибаюсь. Какие варианты ответа? Разрешен, запрещен, разрешен при отсутствии приближающего поезда? Что у нас запрещено в пределах 100 метров? Надо вспомнить. В пределах 100 метров у нас запрещен обгон, стоянка. В общем, разворот в данном случае запрещен. Будут вопросы про обгон и остальные, я вам расскажу. Я просто сейчас не могу вспомнить, а время тут идет. Это надо подумать. В данном случае разворот разрешен. В каких случаях вы можете наезжать на прерывистой линии разметки, разделяющей проезжую часть на полосы движения? Только если на дороге нет других транспортных средств. Да нет. Если есть другие транспортные средства на прерывистой, мы тоже можем наезжать. Например, при повороте или развороте, или, скажем, перестроении. Только при перестроении. Подождите, стоп. Че, я чепуху, мы не люблю, блин, уже все. Второе видео снимаю, уже заговариваю с ней. Так, сейчас еще раз в плоских случаях вы можете наезжать на прерывистой линии разметки, разделяющей проезжую часть. Это бред, первый вариант ответа, только если нет других. Мы можем и с ними. Как бы наезжать. Только при перестроении. Вот да, туда. Только при движении в темных временных суток. Да нет, мы и днем можем же перестраиваться, поворачивать. Во всех предчисленных случаях не может быть. Потому что уже два ответа неверных. Но я думаю, второй вариант ответа, да, это будет логично. Мы можем же перестраиваться, например, если, ну, на уступаем дорогу, например, движемся по левой полосе, по правой полосе едет машина, да. Мы перестраиваемся и мы можем перестраиваться, когда она проедет, то есть уступив ей дорогу, мы перестраиваемся. Соответственно, первый вариант нет, если нет других транспортных средств. Можем с другими транспортными средствами перестраиваться. Только при перестроении, да, только... Так, что-то я... В общем, второй вариант ответа тут правильный. Я уже не могу заговаривать. Запомните, можем пересекать только при перестроении, все. Я не буду эту тему развивать, я уже все. Заговариваться, начну второе видео подряд снимаю. Разрешено ли вам обогнать мотоциклиста? Тоже парный вопрос. В данном случае нет. Потому что тут у нас равнозначный перекресток, и, возможно, мотоциклист будет, скорее всего, уступать дорогу. И если он будет уступать дорогу, может вот желтый автомобиль начать поворачивать налево, и вы в него просто тупо въедете. Можно обогнать мотоциклиста, если была бы у вас главная дорога. В данном случае вам нельзя обогнать. Первый вариант ответа запрещено. Нарушил ли водитель грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн правила стоянки в данной ситуации? Естественно, нарушил. В данном случае можно поставить на стоянку легковые автомобили или мотоциклы, но никак не грузовые автомобили. Да и тем более здесь нет знака, который предписывает, точнее, не предписывает, разрешает данный способ стоянки. Соответственно, конечно, нарушают. Первый вариант ответа. Вы намерены повернуть налево, кому следует вступить дорогу? Сложный вопрос, многие ошибаются. Почему? Все видят знак главной дороги, но не видят светофора. Как, я думаю, вы уже знаете, светофор отменяет действие знаков приоритета. Соответственно, на главную дорогу можете сразу не смотреть. А при повороте налево, развороте, мы должны пропустить встречные транспортные средства. Ну и пешеходам мы, естественно, тоже дорогу уступаем, поэтому мы должны уступить в данном случае дорогу автобусу и пешеходам. Это третий вариант ответа. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия. В данном случае у нас равнозначный перекресток получается, да. На равнозначном перекрестке действует правило правой руки или правило помехи справа. В данном случае мы едем первый, потому что у грузовика, вот если грузовик выйдет вот сюда, мы для грузовика будем помехой справа. Соответственно, мы едем первым. Второй вариант ответа. Обязан ли мотоциклист уступить дорогу в данной ситуации? Обязан, потому что он выезжает с полосы разгона. Если бы мы перестраивались на правую полосу, тогда мы должны были бы уступить в дорогу. Но так как мотоциклист выезжает с полосы разгона, он уступает нам дорогу. В данном случае второй вариант ответа, да, обязан. В данной ситуации имейте преимущество, так как водитель автобуса начинающего движения с выездом на вторую полосу, должен уступить дорогу автобуса начинающего движения от места остановки. При затрудненном движении преимущество имеет автобус, отъезжающий от места обозначенной остановки. Но так написано в правилах, я это знаю, поэтому я вам так и объясняю. Если автобус отъезжает от остановки, мы обязаны уступить ему дорогу. Если он едет просто по полосе, мы имеем преимущество, потому что он будет перестраиваться и должен уступить нам. Но так как он отъезжает от места обозначенной остановки, мы должны уступить ему дорогу. Но это, заметьте, не относится к маршруткам. Если маршрутка будет отъезжать от остановки, мы не обязаны ей уступить дорогу. Она должна нам уступить дорогу, потому что маршрутка не является маршрутным транспортным средством. Соответственно, второй вариант ответа в данном случае правильный. В каких перечисленных случаях запрещена бы буксировка на гибкой сцепке? На горных дорогах, в гололедицу, в темное время суток, в своем недостаточной видимости. Правильный, говорят, буксировка на гибкой сцепке запрещена только в гололедицу. Соответственно, первый вариант ответа. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при эксплуатации мотоцикла? Ну, что я хочу сказать. Эти цифры надо запоминать, их надо зубрить, честно говоря. Мотоцикла 0.8, легкового автомобиля 1.6. Там есть еще и для грузовиков, и для автобусов, но в принципе в билетах этих вопросов нет. Поэтому вы должны вообще же заполнить все числа. Ну, желательно хотя бы знать вот эти два. 0.8 и 1.6. 0.8 это мотоцикл, 1.6 это машина. Как запомнить? У мотоцикла 2 колеса, поэтому 0.8. У машины 4 колеса, поэтому в 2 раза больше. Соответственно, первый вариант ответа верный. Что подразумевается подостановочным путем? Подостановочным путем подразумевается время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. По-моему, так. По-моему, так. Да, до полной остановки. Второй вариант ответа. Что подразумевается под временем реакции водителя? Под временем реакции водителя обозначается время обнаружения водителя опасности до момента принятия мер избежания ее. Это второй вариант ответа. Все. Мы ответили с вами на 20 вопросов за 15 минут. Все вопросы, как вы видите, мы ответили верно. Еще 5 минут у нас в запасе. И нам-то опять же пишут, что мы можем получить удостоверение по месту жительства в ГАИ. Если также ответим на вопросы экзаменов в ГАИ. Ну, на этом, я думаю, буду заканчивать. С вами был Патриот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите другие мои видео, оставляйте комментарии. Если остались какие-либо вопросы, напишите об этом в комментарии, я обязательно отвечу. Просто сейчас я уже запишу свое второе видео, я уже начинаю заговариваться, уже голова просто не работает. Поэтому некоторые вещи я плохо, наверное, объяснил в этот раз. Но если вам что-то непонятно, есть какие-то вопросы, обращайтесь. Я постараюсь ответить на них. Также не забывайте, в конце курса я оставлю свои рекомендации по прохождению практического экзамена. Как площадки, так и прохождение города. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока.